Здравствуйте! Тонкое искусство пофигизма, парадоксальный способ жить счастливо – это книга Марка Мэнсона, которая рушит стереотипы. В своей книге Мэнсон показывает, как важно уметь наплевать на некоторые вещи. Многие из нас зачастую считают себя неправильными и пытаются подогнать под какой-то определенный шаблон. А Марк может объяснить, почему нужно воспринимать себя такими, какие мы есть, и правильно расставлять приоритеты в жизни. А сегодня я представлю вам несколько умных цитат из этой книги. Не надо совать нос в каждую проблему партнера, надо быть небезразличным к нему самому, чтобы с ним не происходило. Это безусловная любовь Беппи. Для СМИ легче и доходнее писать не о реальных историях и реальных проблемах, а о чем-нибудь умеренно оскорбительном, раструбить о нем как можно шире, спровоцировать возмущение, а у другой части населения вызвать вторичное возмущение этим возмущением. Кусок дерьма перебрасывается между двумя воображаемыми сторонами, отвлекая каждую от подлинных общественных проблем. Если партнер ведет себя эгоистично и делает тебе больно, то вполне возможно, что и ты так себя ведешь, сам того не осознавая. Если следовать принципу «делайте что-нибудь», неудача теряет значимость. Когда стандарт успеха – это действие, любой результат считается большим успехом. Когда вдохновение понимается как награда, а не как условие, мы движемся вперед. Мы спокойнее относимся к неудаче, и неудача подталкивает нас дальше. Если вы хотите что-то сделать, но не чувствуете ни мотивации, ни вдохновения, у вас опускаются руки. Мол, что поделаешь? Приходится ждать сильного эмоционального подъема. И лишь тогда у нас появляется стимул встать с дивана и ударить палец о палец. На самом деле, мотивация вовсе не трехчастная цепочка, а цикл. Вдохновение, мотивация, действие. Опять. Вдохновение, мотивация, действие. И так циклично все. Когда вы полагаете, что именно ваш самолет разобьется, или что именно ваш проект все назовут идиотским, или что именно вас все высмеют и растопщат, вы по сути говорите себе «Я исключение из правил. Я не такой, как все остальные. Я уникальный и особенный». Это чистой воды нарциссизм. Вы полагаете, что именно ваши проблемы заслуживают особого обращения, что именно ваши проблемы уникальны и не подчиняются законам физической вселенной. Если я считаю себя славным парнем, я буду избегать ситуаций, которые могут показать обратные. Если я считаю себя отличным поваром, я постараюсь, чтобы у меня был шанс доказывать это снова и снова. Все идет от убеждения. И доколе мы не изменим свой взгляд на себя, свое самоощущение, мы не сможем преодолеть инерцию и тревогу. Мы не сможем измениться. В этом смысле познание себя и обретение себя могут быть опасными. Они могут закрепить нас в какой-то жесткой роли и обременить ненужными ожиданиями. Они могут закрыть нас от внутреннего потенциала и внешних возможностей. Поэтому не ищите себя и не говорите, что нашли и познали себя. Так вы продолжите искать и бороться. Так вы останетесь смиренными и в своих суждениях и терпимы к инаковости других людей. Если взять всех людей с психическими отклонениями, депрессией или мыслями о самоубийстве, всех людей, которые страдали от невнимания и насилия, всех людей, которые пережили трагедию или смерть близкого человека, тяжелую болезнь, травму или несчастный случай, если взять их всех и поместить в одну комнату, то в ней окажется все человечество, ибо невозможно пройти по жизни и не получить шрамы. Такова жизнь. Дела идут худо. Люди приносят огорчение. Происходят несчастные случаи. От этого чувствуешь себя плохо. И это нормально. Негативные эмоции – необходимый компонент эмоционального здоровья. Отрицать их – значит сохранять проблемы, а не решать их. Наш мозг – машина с изъянами. Мы сплошь и рядом выстраиваем ошибочные предпосылки, неверно оцениваем вероятности, путаем факты, допускаем когнитивные сбои и принимаем решения, повинуясь эмоциональному капризу. Одним словом, мы люди, а значит ошибаемся вновь и вновь. Поэтому, если критерием жизненного успеха вы считаете собственную правоту, вам предстоят нелегкие усилия по оправданию собственного же идиотизма.